Здравствуйте, уже мои друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. В гостях у меня Константин Антонович Боровой, известный общественный деятель, политик-предприниматель. Пожалуйста, друзья, поддержите Константин Антоновича подпиской, поддержите мой канал подпиской. Это правильно, и вы получите доступ к очень важной информации. Информация в наше время стоит дорого. Константин Антонович, давайте сразу приступим к нашим темам. Начнём, безусловно, с визита президента Владимира Александровича Зеленского в Соединённые Штаты Америки и ту реакцию, которую этот визит вызвал. Вы ожидали подобную реакцию? Ну, да, в общем, всё понятно. Это же такой двойной удар Зеленского. Во-первых, Генеральная Ассамблея ООН, ежегодная. Во-вторых, обещанная встреча с Байденом и с Трампом, которая, по-видимому, всё-таки не состоится с Трампом. Вот, и, ну, заявление, которое меня потрясло, что, ну, фактически он опровергает утверждение, что сам президент не хочет мира. Он в своём выступлении говорит, что вот именно это его цель. Ну, как мы знаем, действующие политики иногда говорят противоположно тому, что хотят, думают, ну, нету такой цели Украины быстро закончить войну в сегодняшней ситуации очень неблагоприятной. Это очевидно. Ну, наверное, он правильно делает, что утверждает обратное. Спикер Нижней палаты, то есть палаты представителей, господин Джонсон опубликовал письмо, в которое фактически призвал уйти, ну, то есть не уйти в отставку, а отозвать посла Украины, что это в Америке Оксана Маркарова. Ну, мы понимаем, что Оксана Маркарова – это как бы объект, который был выбран Джонсоном, собственно, не случайно, потому что это наиболее, ну, то есть наименее sensitive, то есть наименее чувствительный объект с точки зрения выпуска пара, да. Ну, вот критике подверглась визит президента в Пенсильванию в Швинг-стейт, так, на этот злополучный завод, где производится необходимая для Украины продукция. Как вы считаете, можно ли было избежать этого скандала, и что для этого нужно было делать? Может быть, для этого нужно было взять с собой республиканцев? И действительно ли это был промо-тур демократической партии? Понимаете, для меня вот ситуация с Маркаровой, она не абстрактная. Это посол, который обвинял всех, кто поддерживает Украину, кто требовал ленд-лиза для Украины, выполнения. Всех, кто участвовал в митингах протеста перед Белым домом, вот для всех них Маркарова требовала, ну, намекала на то, что это антиукраинская деятельность. Ну, тогда был такой момент, понимаете, вот такая позиция власти в Украине. Зеленского, вот, и поэтому это довольно распространённый такой дипломатический ход, когда никто не хочет обвинять власть президента, но обвиняют человека, который озвучивает его позицию и проводит его позицию в Соединённых Штатах. То есть, это направлено, конечно, сообщение Зеленскому, что республиканская партия недовольна, большинство в палате представителей недовольны действиями Украины, которая продолжает войну вместо того, чтобы давно заключить мирное соглашение. Ну, я бы сказал, что это выполнение плана Трампа, который пообещал остановить войну ещё до инаугурации. Ну, вот, это то, что он пытается сделать. Если вы знаете, было обращение на митинги, Дональд Трамп назвал Зеленского гениальным менеджером, который после каждого приезда в Соединённые Штаты уезжает со ста миллионами долларов. Миллиардами. Миллиардами. Ну, небольшое преувеличение. Ну, значительное преувеличение, если возьмём реальную помощь демократов. Да, да. Тем более, что реальная помощь очень завышается. Голос Америки оценивает это в 135 миллиардов долларов. Но реальная военная помощь, конечно, существенно меньше. Ну, мы это много раз обсуждали. Деньги утекают по странным каналам, превращаясь частично в откаты, в коррупционные деньги. Константинович, ну, вы это знаете, вы постоянно об этом говорили на протяжении трёх лет, сколько мы с вами пишем интервью, но двух лет. И об этом все знают те, кто на маломальске пытается... Вы тоже преувеличиваете чуть-чуть. Трёх лет, двух лет. Двух лет. Но два года мы с вами уже знакомы. Два года. Да, да, да. И все, кто интересуется, они понимают ситуацию. Вопрос вот в чём. Ведь и республиканцам, и Трампу, и Венсу им известна реальная, скажем, помощь демократов и демократического Белодома Украине. Почему вместо того, чтобы не ругать действующий Белодом за явные расхождения в обещанной, в реальной поддержке, наоборот, Трамп постоянно преувеличивает эту поддержку. А значительно преувеличивает, что, в принципе, не отвечает действительности. Ну, это точка противостояния демократической республиканской партии. Понимаете, можно было бы говорить о неэффективности этой помощи. Можно было бы говорить о том, что осуществляется помощь самым дорогим, что ли, самым неэффективным, способом, Украине вполне дошли бы поставки тем оружием, которое сейчас в Соединённых Штатах уничтожается. Но демократическая партия, видите, она как-то умышленно совершает эти действия, завышая, так сказать, помощь Украине и усложняя её. В этом противостоянии центральным моментом для меня является неверность демократической партии Украине. Ну, фактически, то, о чём мы много раз говорили, соглашение между Байденом и Путиным, демократической партией и Кремлём, и в условиях этого соглашения и действует демократическая партия. Можно было говорить об этом, но сейчас избирательный процесс идёт, и позиция республиканцев не тратит деньги на то, деньги налогоплательщиков, на то, что не нужно Соединённым Штатам, вот сегодня Соединённым Штатам не нужна эта война, она не нужна и Украине, но Зеленский её не останавливает, он говорит о том, что она не нужна, эта война, но он её не останавливает, и мы знаем почему, потому что остановка этой войны – это потеря власти Зеленским, вот, и это, ну, не лучший сценарий, который он рассматривает для своей группы, для себя, для партии «Слуга народа», для, ну, в общем, толпы чиновников, депутатов, которые вместо того, чтобы готовить Украину, ну, вот, новому послевоенному состоянию, ну, они почти ничего не делают. Проблема, о которой я говорю с 19-го года, с мая, о реформации по типу Грузии, по типу того, что делал Михаил Саакашвили, ликвидация агентурной сети России в Украине, это не сделано совсем, то есть, такое впечатление, что там конь не валялся, это и не начиналось, понимаете, хотя это, ну, главная задача, с этого начал реформа Михаил Саакашвили. И, так сказать, то, что Путин предпринял какие-то колоссальные усилия по отношению к Грузии, ну, это результат эффективности Михаила Саакашвили, в Украине продолжают действовать это агентурные сети, это очень опасно, и, вы знаете, это опасно для состояния войны, конечно, но это опасно и для той Украины послевоенной, которая не получит необходимого и импульса экономического и политического развития. Нам сейчас уже об этом надо думать. Константин Николаевич, вот президент Реджеп Эрдоган, он заявил о том, что страны, ведущие страны НАТО против вступления Украины в НАТО, и если мы понимаем, что они против вступления Украины в НАТО, Украине будет очень сложно вступить в НАТО, даже несмотря на то, что цель интеграции в НАТО включена в Конституцию Украины. Вот Петр Павел, президент Чехии, заявил следующее, скорее всего, результатом войны будет то, что часть украинских территорий временно окажется под российской оккупации. Но понятно, что, скажем, президент Владимир Александрович Зеленский отрицает подобный исход событий и выступает за то, чтобы Украина полностью восстановила свою территориальную целостность. Но даже дело не в этом. Но и вот если Украина не будет в НАТО, как говорит Эрдоган, то как Украине защититься от России? Уже даже не берем вопрос территории. Ну, во-первых, мы с вами должны понимать, что быть членом НАТО и защищать свои территории – это разные задачи, иногда несовместимые. И речь идёт о пятой статье договора НАТО о том, что НАТО целиком, все государства несут ответственность за своего члена и выступление против каждого члена, это выступление против всех членов НАТО. И это хорошо, конечно, такая максимальная защита, но Украине нужно ставить реалистичные задачи. Ну, вот в своё время Трамп, по-моему, года два или два года назад сказал, что Украина не сможет вернуть все свои территории. Когда Зеленский гордо заявлял, что граница 1991 года, так сказать, это вот цель наша. Ну, Трамп – реалистичный политик, и он говорил тогда, понимаете, можно измерять время месяцами, годами, а можно измерять сотнями тысяч погибших людей. Понимаете? И вот тогда, когда можно было остановить эту войну, значит, Зеленский этого не сделал. И, в общем, сейчас этого не делают, понимаете, продолжается некоторое такое упрямое упорство не очень нужной Украине. Скажем, я бы хотел, чтобы Украина стала членом НАТО. Но Украина не совсем та, которую мы сейчас наблюдаем. А Украина, развивающаяся, была ценно рыночную экономику, Украина, отказавшаяся от некоторых опасных для неё экономических, политических установок. Значит, вот, ну, давайте даже моё мнение, наверное, не очень важно, давайте прислушиваться к человеку, который ближе всего к Украине находится, президент Польши Дуда. Значит, есть проблемы, серьёзные проблемы в политике Украины, в законодательстве, которые не позволяют, скажем, проводить реституцию, полноценную вводить частную собственность. Понимаете, есть проблемы исторические, вот, связанные с этой волынской резнёй. Но вот это всё надо решать. Есть проблемы с Венгрией, там тоже не очень далеко от Украины находится Венгрия. И эти все проблемы не решаются, а ставится задача, так сказать, это вот видно выступление Зеленского, задача поддержки Украины. В организации объединённых наций выступают разные люди с противоположными точками зрения. Понимаете, когда мы видим каждое отдельное выступление, нам кажется, что это, ну вот, обращение, там, аплодисменты, обращение к организации объединённых наций. Но после выступления посла Израиля в ООН выступают представители Ирана и говорят, там, прямо противоположные вещи. И тоже поддерживаются аплодисментами. Преувеличивать значение организации объединённых наций не стоит. Преувеличивать значение для Украины НАТО тоже не стоит. Понимаете, защита Украины в сегодняшней ситуации – это отдельная серьёзная задача, которая может стать предметом переговоров, в том числе предметом переговоров с Соединёнными Штатами. Рассчитывать на то, что демократическая администрация, Джо Байден, сильно озабочен защитой Украины, я бы не стал. Константинович, сегодня, не знаю, слышали вы или нет, скандал очередной, связанный с Грузией. Грузинская мечта разместила такие бигборды в преддверии парламентских выборов, где, с одной стороны, картинка грузинского города мирного, а с другой стороны, разбомбленного государством агрессором России украинского города. Грузинская церковь, украинская церковь и так далее. То есть грузинская мечта показывает, вы что хотите, чтобы была война, как происходит сейчас в Украине. И это очень оскорбило украинское общество, меня лично оскорбило. Но вот знаете, у меня возникает следующий вопрос. Вот если Украине не обещают НАТО, если Украине, по сути, не обещают даже Европейский Союз, то есть мы не знаем, когда это всё фактически произойдёт, потому что процедура, она может тянуться вечно. А нет ли угрозы, что в Украине произойдёт то, что произошло в Грузии? А вы уверены, что это главная проблема сегодня Украины, вступление в ЕС и вступление в НАТО? Но это же гарантия? Нет. Вы уверены, что это главная проблема, спросил я? Я с удовольствием отвечу. Нет. Сегодня главная проблема – остановить это убийство, остановить эту войну. Причём здесь Грузия. В Грузии ставленники Путина, они пытаются остаться у власти. Значит, грузинский народ уже понял, кто находится у власти. Значит, это группа Иванишвили и ставленники России, ставленники Путина. Конечно, они уже фальсифицируют выборы, но для большей, так сказать, убедительности они показывают пример, что произойдёт с врагом Путина. Я бы противопоставил это не возмущение, так сказать, этим фактам. Я бы этому противопоставил рассуждение о том, что происходит с друзьями Путина. И выступление его на форуме вместе с 82-летним диктатором, выступление Путина, откуда-то из Кении, что ли, я не помню, который 45 лет у власти. Это скорее лучший аргумент, чем протестовать против того, что используются фотографии. Сейчас, секундочку, Путин вместе Теодора Нгема-Басога, президент эквитериальной Гвинеи. Да, 82 года, 45 лет у власти. Алексей Антонович, сегодня появилось сообщение о том, что Марк Цукерберг, основатель МЕТы, ищет пути примирения с республиканской партией, вообще с республиканцами, в широком смысле этого слова, на фоне того скандала, который недавно был, с тензурированием, в том числе расследованием, публикацией расследований правонарушений, которые были совершены сыном действующего американского президента. Означает ли это, что, скажем, в воздухе запахло, возможно, приходом Трампа к власти? Ну, у меня ощущение, что не запахло, просто уже нет никаких сомнений. Демократическая администрация проводит сегодня свою пропагандистскую кампанию, создаёт демотиваторы для сторонников республиканской партии, создаёт поводы поддержки. Проблема в том, что демократическая партия хочет остаться в политическом пространстве. Единственный способ удержаться у власти – это фальсификации, так как это было в 1920 году. Но это ещё и путь к судебным процессам. Если фальсификации будут серьёзными, но республиканская партия, тем не менее, придёт к власти – это расследование, это серьёзные сроки. Понимаете, это же ведь попытка была и будет захвата власти, ну, вот таким путём, фальсификации выборов. То, что касается Цукерберга, к сожалению, цензура продолжается. Значит, тут я и предупреждение получаю пока, но он тоже хочет избежать, ну, вот этих преследований. Это же ведь то, что произошло, вот эта триада в Соединённых Штатах – пропаганда, цензура, репрессия, социалистическая триада. Это было сделано в том числе с помощью Цукерберга. Но он просто хочет отмазаться, он хочет создать условия, когда вся вина будет переложена на тех, кто принуждал его к этому. И я думаю, что демократическая администрация, потеряв рычаги финансовой власти, ну, перестала быть интересной Цукербергу. Вот. И тут довольно циничная позиция. Зачем их поддерживать, если они не могут расплачиваться за свои подлости? Алексей Натальевич, я в завершении задам вам короткий вопрос. Вы знаете, после последних событий вновь задаёшься вопросом. А что творят вот те, скажем так, пропагандисты в Украине, которые называют Трампа российским агентом, который называет Маска тем же самым агентом, да, того же самого государства и прочее, прочее, прочее. Я не говорю про иск защиты к чести и достоинству, вряд ли Маска или Трамп будут подавать, это естественно. Но судя даже по письму Джонсона, это создаёт очень нехороший климат в двусторонних отношениях. Почему это происходит? Почему столько в Украине пропагандистов, которые пропагандируют, непонятно почему, демократическую партию, причём переносят дискурс, связанный с, скажем, поиском российских агентов в Соединённых Штатах Америки? Я выскажу свою гипотезу. Не очевидно, что она правильная, но исторически сотрудничество с демократической партией Соединённых Штатах происходило с окружением Петра Алексеевича Порошенко. И парохоботы, активно действовавшие в Украине, это журналисты, которые поддерживали Порошенко, боролись с Зеленским, это тоже результат активности Порошенко. Я думаю, что мы приближаемся к моменту, когда будут назначены выборы в Украине. И Порошенко или те силы, которые хотят прийти к власти, они сегодня… Это фактически ведь пропаганда антизеленская. Пропаганда – это в поддержку демократической партии, пропаганда против Трампа, который будет действующим президентом. И это пропаганда против Зеленского. Ошибка Зеленского в том, что он сам не понимает важности установления нормальных отношений с республиканцами, с будущей властью в Соединенных Штатах. Опять какие-то соображалки, что Трамп не понимает ситуацию в Украине. Нет, его называют российским агентом. У нас сегодня лично слушал одного блогера, который называет кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки, подчеркиваю, человека, которого проверяют все спецслужбы американские, российской марионеткой и агентом ФСБ. Я не шучу. Ну, я знаю, я с этим сталкиваюсь. Но я сейчас говорю о словах Зеленского, который сказал в интервью, что опять повторил это. Трамп не понимает. Поддерживать Зеленский – это два человека. Тот, который поддерживает отношения с демократической администрацией, совершает ошибку. Тот, который ссорится, входит в конфронтацию с республиканцами, повторяет все эти пропагандистские глупости, участвует в пропагандистской кампании Камалы Харрис, понимаете, и другой Зеленский, который противостоит собственным олигархам и говорил о том, что собираются реформировать Украину и быть президентом одного срока, и за этот срок успеть очень много сделать важных дел. Ну вот второго президента я поддерживаю, а с первым я борюсь. Пропагандистская кампания врагов Зеленского, хотя я, насколько я понимаю, она ей ничего не противопоставляется, раньше не противопоставлялась, и в основных государственных средствах массовой информации она просто продвигалась, вот, и это очень опасно. И Зеленский попался в ловушку, в которую попадаются очень многие лидеры не очень демократических государств. То есть решить эту проблему собственной популярности, своих ошибок, ну, можно пропагандистской, как ему кажется, можно способом, ну, вот таким, заткнуть и средства массовой информации, заставить их молчать, там, по поводу убийства вот этого Гонсала Лира, по поводу многих-многих ошибок, которые совершала власть в Украине. Но это, понимаете, такой палеотивный способ поддержания собственного позитивного имиджа, очень опасный. Это ошибка. Зеленский не прислушивается к рекомендациям, советам экспертов. Ну, вот та, прямо из анекдота, это история, там, съесть все яблоки нельзя, но можно их надкусить, понимаете, и это опасно. Константин Танч, спасибо вам большое за интервью. Друзья, не забудьте подписаться на канал Константин Танча Борового, вышло у него несколько стримов, у Константин Танча интересных, и даже вот интервью с Юрией Андершавским. Подпишитесь на канал, не пропускайте стримы Константин Танча. Ну, и на мой скромный канал. До новых встреч, Константин Танч. Огромное спасибо. Спасибо.